Продолжение следует... Здарова, ребят! Всем добро пожаловать на канал Тони Волшов. Сегодня мы в очередной раз едем на велосипеде, а я вот еду конкретно сейчас с работы. И, в общем, как раз хотел с вами поговорить, пообсуждать. У нас сегодня такая тема, ребят, вообще прям очень тревожные сердца нашим гражданам, согражданам российским. Ну, конечно же, конечно же, всем постсоветским странам. Да, конечно же, коррупция. Понятно, что мы будем обсуждать ее на таком любительском легком уровне. Глубоко залезать не будем, хотя у меня много есть чего рассказать про Россию, конечно же. Но вы и так сами в основном все знаете про Россию. Вот, а все-таки я уже могу чем-то поделиться с вами о жизни в Китае. Пять лет здесь и уже некоторый такой легкий опыт уже имеется. Так, ребят, давайте начнем по порядку. Коррупция, есть ли она в Китае? Правда ли так все замечательно здесь, в этой стране? Так ли все хорошо от того, что коррупцию полностью запретили и за это правонарушение? Это несказанное нарушение, да, конечно же, и моральное, и какое-либо законное. Коррупция, взяточников очень много. И если действительно это настолько все серьезно в Китае, то существует ли... То есть вот эта вот смертная казнь, как вы понимаете, она до сих пор существует в Китае. То есть и насколько это все серьезно на самом деле проявляется в жизни. Есть ли коррупция вот на таком жизненном уровне? Как это ощущается? И ну и вообще, что люди говорят? Вот я вам расскажу о том, что я слышал, что я видел, о том, как мои друзья какие-то... Ну, друзей, естественно, в Китае у меня нету, кроме одного моего хорошего друга. Потому что дружба – это такое редкое явление в Китае. Здесь, в первую очередь, семья, а не дружба. Вот, кстати, на эту тему надо будет как-нибудь тоже подискутировать. Где проехать, ребят? Что-то здесь какой-то один ремонт. Как отсюда выехать? Сейчас, мы проберемся. Так, ну давайте, с чего начнем-то? Я же, как вы все знаете, работаю в сфере образования. И я был в очень большом количестве школ, разных школ, в том числе с миссиями обмена, с миссиями обучения, там, получения квалификации, разные, в общем, были всякие визиты в разные школы. И я хочу вам вот что сказать. Например, вот, например, школы. А в китайские школы, во многие китайские школы, особенно серьезные китайские школы, опять же, это еще и связано с ограничением перемещения в Китае. Связано ограничение с тем, что где люди зарегистрированы, там они и должны проходить обучение. Где они прописаны, там они и имеют право, например, по закону учиться в государственной школе. Вот, но очень много людей этого делать не хочет. Они хотят лучшее образование, они хотят лучшую школу. И по этой причине они ищут другие школы, другие места для проживания, переезжают из города в город. Даже элементарно вот в соседнем районе. В Китае, получается, живешь ты там в Шэнчжэне, Нанчин, где-нибудь Тянчин, там, без разницы, Гуанчжоу. Хочешь ты ребенка отдать в школу соседнюю, вот, в другом районе. И ты этого сделать не можешь, потому что в Китае есть такая штука, которая называется фукхол. То есть, вот твоя регистрация по месту жительства, согласно которой ты имеешь право обучаться в школе своего района. Здесь определенное количество школ или даже одна школа бывает. В общем, вот такая ситуация. И это, конечно же, неудобно. И в Китае, как мы все знаем, народу очень много. И поэтому здесь возникают коррупционные такие легкие отголоски, которые проявляются на фоне того, что народу очень много, а детей хочется устроить в разные школы. И, в общем, возникают такие вот откаты всяким там принципам, всяким директорам школы там и так далее. И это, да, действительно, явление существует. И оно довольно обычное в Китае, потому что это страна, в первую очередь, страна Гуаньси, страна связей. Вот, если где-то на Западе, то это карьеризм, там люди добиваются, чего-то достигают, и у них соответствующим образом все по жизни там получается, например, да. Вот, а здесь нет, здесь это страна Гуаньси, здесь все через знакомство, здесь все работает именно таким образом. Так, ну давайте, надеюсь, что-то с вами проедет. Давайте. Главное, на полицейского не нарваться, потому что по дорогам ездить нельзя. Вообще, даже вот здесь вот, даже вот здесь вот нужно ехать, теоретически нужно ехать по вот этому маленькому тротуарчику. Потому что везде постоянно штрафуют, буквально на прошлой неделе ругался с полицейским, потому что вот было 5 часов, был ажиотаж, народу много. И реально вот негде ехать, потому что маленький тротуар метр шириной полон людей, ехать негде. Вот что делать? И вот все толкаются друг к другу, там кто-то поедет вот чуть-чуть там по дороге, да, и все, и сразу же штраф. Штраф, кстати, за езду на дороге тут 50 юаней. Вот, в принципе, не так много, но все равно неприятно, особенно вот для всяких доставщиков еды, там они вот гоняют, и постоянно их штрафовать, если, например, это же, они там, может, за день зарабатывают на 100 юаней. Хорошо, если они зарабатывают, то они, надеюсь, больше. И 50 юаней для них это огромная цифра. Но я так понимаю, что и для них в первую очередь это все и сделано. Вот, там, кстати, надо будет проехать вот здесь под мостом и поехать дальше в ту сторону. Вот, поэтому, да, страна Куанси, страна связей, и вы, наверное, тоже можете сказать, что да, е-мое, а то у нас то же самое, все без связей, никуда не возьмут, никуда не устроишься на работу. И я с вами тоже склоншусь, я же жил в России, прекрасно понимаю, что, да, это явление далеко не новое для русских, вообще, вот, бывших стран СНГ, это тоже везде все то же самое. Но я надеюсь, что у нас все-таки этого меньше, потому что, ну, например, я устраивался там в разные компании, и неплохие у меня были опыты на разных должностях, и я устраивался без всяких знакомств. И, ну, я не говорю о том, что я там был каким-то суперначальником, я не был таковым, но я и не был каким-то там супернизшим звеном, и мне было довольно приятно тоже чего-то там достигать. Ну, например, я вот работал в компании Nestlé, и у меня там были вполне очень такие реальные классные шансы развиться. Вот, но, Nestlé, да, мы понимаем, что это большая международная компания, и европейцы, в первую очередь, приходящие в другие страны, они, конечно же, в первую очередь ценят целеустремленных людей, которые способны развиваться там и так далее. Вот, и уж, конечно же, в таких компаниях очень малая вероятность того, что будет проявляться коррупция. Вот, смотрите, кстати, видите, дежурная машина, пожарных. Так, ребят, вот так получается, а здесь в Китае страна Гуаньси, страна, где все со всеми можно договориться, и я вот, давайте, знаете, я расскажу вам, приведу парочку примеров о том, как со мной лично случались подобные довольно странные случаи, когда меня пытались подкупить, как-то залюбить и заговорить, потому что в Китае основа вот ведения бизнеса, вот людей, кто не ведет бизнес с Китаем, они знают с китайцами о том, что здесь страна, такая, что вот бизнес они ведут, например, все через ресторан, все через напиться, все через посидеть и объесться. Ну, в первую очередь, о пицце. В китайском ресторане ты не объешься, там есть ты нечего. Вот, потому что там одна трава, да, всякие такие штуки, ну, понимаете. Так, вот что делать, видите, опять, вот этот друацкий тротуар, по нему ехать не хочется, приходится выезжать на дорогу, а дорожки велосипедные нет. Если была велосипедная дорожка, я бы по ней с радостью ехал, а ее нет. Вот, будем вместе нарушать, вместе вот с остальным студентиком, который меня проезжает. И вот, знаете, какая у меня была ситуация, например, одна из самых первых, когда сначала там познакомились, кто-то написал в Вичатке, там вот эти вот друзья вновь появившиеся, мне написали и говорят, мол, слушай, там, ты же русский язык знаешь, давай это, у нас там вот у меня есть человек, которому нужен как раз русский говорящий и понимающий. Вот, и ты мог бы нам помочь, мог бы ему там, может быть, как-то там с ним посотрудничать. Вот, нет, ребят, обманываю вас, потому что сначала, мне кажется, было по-другому. Сначала мне сказали, что вот там чувак, кто-то очень хочет познакомиться с иностранцем. Я говорю, ну, а у меня поначалу, я в Китае новый, и я думаю, да что, давай, добавляй, Вичат, пожалуйста, вперед, попробуем, что там, что и зачем. Вот, ну, в общем, добавил. Что было дальше? Значит, оказался какой-то мужик, там, в районе, там, 60 лет. Наверное, ну, да, прям 50, не меньше, там, 55, он прям плохо так выглядел. Я так думаю, что, может быть, 60. Вот, и что получается? Слушайте, ну, как я опасно еду, да? Вообще, прям, опасно еду. Надо вылезать на тортуар, сейчас вот здесь вот залезем. Значит, он, значит, буквально в ближайшее время слушал. Вот я хочу, там, у меня есть связи за рубежом, и я вот такой, знаете, развиваю, в общем, иностранный язык, тоже хочу учить. Думаю, нифига себе, мужику сколько лет, а он хочет иностранным языком заниматься, молодец какой. Вот, он меня, значит, приглашает в ресторан. Он мне пишет, там, по-китайски пишет, мол, давай, это, встретимся, это. Мы пойдем, мы пойдем посидим в кафе. Я думаю, ну, мы пойдем, думаю, какая-то, может, там, компания у него. Ну, пойдем посидим, что-то там поговорим, пойдем пиво попьем. Да пойдем, что, что не сходить. Вот, ну и пошел. Пришел, значит, а он приходит один, привозит в какой-то там вообще реально крутой ресторан. На машине там своей, значит, мы приехали. Какая-то машина тоже крутая была, уже не помню. Может, это какой-то был. Вот, привозят, значит, ну и что? Что мы будем здесь делать? Ну, давай посидим вдвоем, что ли? Что-то вдвоем здесь будем сидеть, странно как-то. В общем, так, ну реально, так вот было вдвоем, реально. Сидим, едим. О чем с тобой разговаривать? Ты по-английски не говоришь. Тогда это мне было. Первый год в Китае. Плохо я по-китайски говорил. Вот, а... О чем мы будем разговаривать? То есть посидели. Он, по сути дела, он подождал, когда я поем. Вот, и было жутко неудобное ощущение, ребят. На самом деле, прям очень неудобное ощущение. Я думал, может быть, кто-то еще придет, никто так и не пришел. И, значит, мы уходим. Ну все, хорошо, ну все, давай, пока. Я вообще не понял, что это было, а главное, зачем это все было. Дальше где-то через пару дней, где-то там через... Буквально там 3-4 дня прошло. Совсем мало времени прошло. Он пишет, помоги мне, пожалуйста, с переводом с русского языка на китайский. Или там с китайского на русский. Не помню, там что-то такое было. Или с английского. Я уже не помню. Короче, смысл, я точно помню, что это было... Помоги, пожалуйста, с переводом. Там твой язык, в общем. Там 3 страницы чего-то там надо было перевести. Я думаю, ах ты старый хрен. Вот ты чего так это... Ты меня просто заранее... То есть, ну, конечно же, бесплатно, конечно же, просто так. Ну, как бы, мы же друзья. Мы же друзья. Ну что ты? Давай, мы же друзья. Помоги мне переводом. Там 3 страницы надо перевести. Я думаю, ну ты, блин, даешь. И вот я тогда познакомился с этим мышлением. Оказывается, да. Ну вот здесь все так. Здесь люди сначала друг друга обязательно как-то вот пытаются задобрить, заговорить, закормить, запоить. А потом они сразу же, буквально сразу же переходят к делу, чтобы получить какую-то услугу от себя. И, ребят, вот я сейчас привел один маленький пример. На самом деле, их было бы прям вот несколько, а потом я понял, что реально просто все так работают. Абсолютно все так работают. Любое ведение бизнеса начинается с посиделок в ресторане. Любое. Если людям, например, надо договориться, обсудить, там, например, Тхалуин, Хлатон, обсудить какие-то там контракты, то они встречаются, например, там, цену нужно понизить. Или там, мы сейчас повышаем цену, но чтобы, как бы, это лайтово было. Поэтому приглашаются на ресторан посидеть и, значит, об этом поговорить. Чего тут говорить? То есть, ну, то есть, понятно, что здесь все просто подкупается. Вот просто люди работают друг на друга, разговаривают друг на друга. Они пытаются получить... Так, куда я еду? Я еду на противоположную сторону. А мне не надо на противоположную сторону. Вот туда я еду, ребят. Так, в общем, накуролесил немножко. Да. И, ну, это очень странно. Прямо это супер странно. В Китае все работает через вот такие вот связи. Страна Гуаньси. Во всем у нас Гуаньси. Во всем абсолютно. Несмотря на то, что... В Китае, кстати говоря, нет плохих новостей, только хорошие. И пишут, ну, частенько пишут, что вот, поймали там каких-то коррупционеров там. Вот. Дело в том, что в Китае коррупция, она в основном существует либо на супермаленьком уровне, вот таком вот супермаленьком уровне. То есть здесь на улице полицейскому ты вряд ли получится у тебя дать взятку, чтобы он там, например, тебя отпустил из-за того, что ты там нарушил. Ну, реально взят. Во-первых, у них камеры у всех. Во-вторых, они всегда включены. И, ну, это действительно такое-то технически сложно, потому что здесь народ такой вот, знаете, они боятся камеры. Потому что камеры на камере и камеры догоняют. Везде-везде абсолютно камеры. Это все очень сложно в этом плане. Вот. Но такая вот страна Агванси. И здесь все во всем, конечно, подкупается через посиделки, через вот такие вот договоренности. Вот видите, я вот сейчас вот езжу, например, вот там кто едет по дороге, они нарушают. Я не нарушаю, но это же супер неудобно. Я понимаю, что, ну, вот сейчас вот народ прошел мимо, но он наверняка возмущался, что я тут еду. Не слышно разговаривают вы с вами, не слышно, что они говорили, но очевидно. Это же никому не нравится, никому неудобно, неудобно. Поэтому велосипедной дорожки нет, но есть вот такая вот проблема. Здесь вот, смотрите, нет спуска. Нет спуска, ну вот как так? Ну, сейчас, наверное, кто-то из вас возмутится, скажет, да что-то в России вообще нигде нет спуска. Ну да, да, конечно. Но это же не значит, что это нормально. Это значит, что это надо развивать. Да, надо говорить о будущем, а не о прошлом. Если есть проблемы, ее надо решать. И как можно скорее. Да, вот такая вот, ребята, система. Да, страна Гуанси. И да, взяток здесь на дорогу не берут. Но это тоже вопрос спорный, потому что, вероятно, где-то за городом, где-то там, где камер меньше, то очевидно, там, наверное, что-то такое будет. Вот. Ну и, конечно, всякие здесь хомбао, красные пакеты, то есть конвертики фактически с деньгами, которые дают, делятся ими там в разных ситуациях, посылают друг к другу по Вичату и так далее. Особенно дети, например, детям очень много денег дарят на день рождения, да, но в основном самый большой праздник в Китае – это китайский Новый год, когда начинается время хомбао, и китайцы за несколько месяцев до Нового года они начинают копить деньги на хомбао. То есть красные конверты, которые они друг другу передают по Вичату или просто так вживую, огромное количество денег уходит в это время, в том числе огромное количество денег, взяточнических денег тоже уходит как бы под предлогом того, что это вот на праздник. Да, такое тоже явление есть, и особенно, кстати говоря, денег очень много уходит. Если вот в обычной нормальной жизни уходит на детей, им дарят хомбао очень много, всякие родственники и так далее, и друзья там, ну и друзья, родственники, конечно же, друзей в Китае нет. Есть только очень мало, очень мало друзей настоящих, есть только семья, семья и ещё раз семья. Ну и компании, да, тоже дарят хомбао, всякие премии, вот, и уходит в том числе деньги, вот я хотел сказать, на детей. В основном на мальчиков очень много, например, у меня вот есть пример, моя, она моя студентка, знаете, ей вот сейчас 17 лет, 16, 17 вот сейчас будет, наверное, она заканчивает школу, и вы знаете, вот она мне когда рассказала, что я аж офигел, у нее, например, было так, что на Новый год ей там подарили по там 20 юаней, максимум там 100 юаней ей дарили, ну, то есть 200 рублей, 1000 рублей. А ее брату, брат, ну, потому что он мальчик, а ее брату дарили, там, в районе 2000, 1000, 1500, 15 или 20 тысяч рублей, понимаете, какая разница, ну, потому что она девочка, а он мальчик, потому что есть еще очень много классических мыслящих людей, которые вот таким вот образом относятся. Спасибо. Спасибо.